Насий окончил семинарию, окончил университет и будет продолжать учиться дальше. Вот он с отличием один из немногих. Вот такое сегодня у нас принес благую весть нам. И мы вот радуемся вот этому факту. Поэтому сегодня мы ему пожелали на многое лето, чтобы он побыл здесь в монастыре и готовился к епископству, чтобы когда-то станет епископом. Вот, поэтому, чтобы он успокоился немножко. И у нас сегодня и радиакон, а еще Арсений, вот, мудрейший богослов наш. У него сегодня день ангела. Я его все время сдерживаю, он говорит, хочется мне наверх зайти и прыгнуть сверху. Я говорю, ну ты побудь еще с нами немножко, говорю еще, не спеши. Поэтому это у нас два богослова. Мы им пропели сегодня такое, понимаете, вот. Мы не богословы, а они его богословы. Вот, поэтому. Вот в нашей жизни церковной и вообще в земной жизни вот нам нужно что-то с вами вынести. Можно проходить школу 11 лет, выйти и ничего не помнить, что было вчера. Мне часто говорят даже дети, говорят студенты. Мы, говорят, сдаем экзамены и забываем, что учили. Можно прожить свою жизнь так, земную жизнь прожить, даже долгую жизнь. И ничего не останется в душе, чтобы можно этим было научить внуков, детей. Я вижу людей некоторых, у которых нет никакой премудрости. Они прожили большую жизнь. А премудрости никакой нет. Мы сегодня воспринимаем себя такими, какие мы есть на самом деле. Но мы с вами такими не должны быть. В этом весь смысл. Бог изначально человека сотворил совершенно другим. И когда Бог сотворил человека духовным, Адама и Еву, совершенными людьми в природе, то потом история человеческого рода стала людей опускать вниз. И люди из святых, духовных, высокоответственных, творческих, стали преступниками, зависимыми. То есть мы что-то утратили внутри себя, что-то утратили внутри себя. И когда мы сегодня этого не имеем, мы ничего дать не можем. Мы сегодня дошли уже до такого состояния, что бросаем атомную бомбу на живых людей и считаем, что делаем правильно. Мы считаем сегодня, что накопили столько оружия, будем убивать друг друга. Мы делаем правильно. Мы сегодня показываем преступные фильмы каждый день и считаем, что мы учим людей праведной жизни. А кто дает нам благодать Святаго Духа, чтобы она у нас вернулась? Вот если не будет Духа Святаго в человеке, именно Божьего Духа, мы с вами можем получить профессиональное образование, мы можем иметь с вами должности, но мы ничего доброго не сделаем через эти должности и профессии. Вот что-то есть смысл. Если бы наша школа что-то давала бы, правильный материал человеку, то после школы разве были бы преступники? Разве в школе дети бы играли в карты, дрались, воровали, грабили? Конечно, нет. Значит, детям чего-то не дают, что-то очень важное не дают. И вот это нужно понять. Вот если мы это не выясним сегодня, тогда непонятен наш приход в церковь. Мы пришли в церковь Бога, чтобы у Бога вот это и взять, вот это попросить, вот это вернуть себе. Мы пришли вернуть себе наше состояние совершенное. А мы что ожидаем? Мы ожидаем чуда. Мы желаем, чтобы мы больные и желаем, чтобы чудо свершилось, мы снова стали здоровы. Мы не замечаем сегодня того, что уже скоро будут Олимпийские игры и чемпионаты мира, параолимпийские. Будут одни инвалиды участвовать. Вы не понимаете этого? Мы даже в советское время такого не знали. А сегодня это стало нормой жизни, потому что скоро инвалидов будет больше, чем нормальных людей. В Нижегородской области 400 тысяч инвалидов. Вы понимаете, о чем разговор идет? И когда мы посмотрим на этих людей, они разумные, нормальные люди. У кого-то не работают руки, у кого-то ноги, у кого-то тело не работает. А что в общей сложности? Нет благодати Святого Духа. Это катастрофа. Без войны уменьшаемся на миллион, примерно, человек. Без войны. И когда мы смотрим, что человек начинает пить, употреблять спиртные напитки, опиваться, когда человек начинает сам по своей воле употреблять наркотики, а другой их продает, когда люди начинают друг у друга отбирать, что им принадлежит. Это болезнь, понимаете? Это болезнь. Это надо лечить чем-то. Но это же нельзя вылечить лекарство. Как можно преступника вылечить колонией или судом? Как можно вылечить? Или тюрьмой? Мы просто их прячем. Мы их просто отправляем, чтобы мы их не видели. Но мы там с ними сделать ничего не можем. Мы им помочь ничем не можем. У нас нет средств. У государства нет средств, чтобы сделать людей святыми. Государство не обладает такой благодатью. Они не обладают такими возможностями. Государственная власть может организовать нашу жизнь только. Строить дороги, дома строить, сельским хозяйством заниматься. Но мы и без них это можем делать. Но благодать они и дать не могут. Они и сами без благодати. Поэтому сегодня мы видим, как президент уже десятками сажает уже, а все новые и новые идут. Скоро весь аппарат пересажает все государственную власть, всех чиновников. Они уже все, у них кровью налились глаза. Они кроме денег уже ничего не видят. Все, кровь. А зачем нужны деньги? Чтобы есть, пить, гулять, понимаете, разъезжаться по миру. Сегодня страшная болезнь, катастрофа на планете Земля, катастрофа. Поэтому, когда мы приходим с вами в храмы Божьи, когда к Богу приходим, мы приходим, чтобы попросить у Бога прощения за нашу, слабую волю, за нашу слабую веру, мы все еще сомневаемся в Боге. Если вы послушали, что люди приходят на исповеди, говорят. Полное разрушение душ, полное разрушение браков, разрушение жизни, разрушение здоровья, разрушение души, сердце разрушения. Это может восстановить только Бог. Никакой врач это не может сделать, потому что сами врачи такие же больные. У них самих нет благодати Святаго Духа. Поэтому они нам дают химические лекарства, других у них нет. Они отрезают нам органы, у них только ножи. Поэтому на сегодняшний день я умоляю и прошу вас, чтобы вы были внимательны. Нужно много беседовать с Богом. Много беседовать с Богом. Я епископ, я епископ, я монах. Когда мне приходится готовиться к каким-то поездкам на конференции, на форумы какие-то, уходит много на это времени. На молитву остается уже временем меньше. И я сразу это чувствую. Я и чувствую все. Нет благодати Святаго Духа. Ее нет. Рассудок работает. Рассудительность работает. Логика работает. А благодати нет. Благодать – это такое, без чего жизнь Земли ничего не получится. Без чего не получится никогда образование. Без чего никогда не получится культура. Никогда не получится брак. Никогда не будут нормальные дети, если не будет благодати Святаго Духа. Вот в чем весь вопрос. Сколько бы мы ни светили электрическим светом, он нам не заменит солнце, а солнце не заменит свет Бога. И мы сегодня слышали в евангельском чтении, как Христос шел и сидел слепой человек. Слепой человек слепый. Все. Вот он слепой. Что с ним делать? Ученики задают правильный вопрос. Они говорят, кто виноват? Он согрешил? Или его род согрешил? Христос говорит, ни он не согрешил, ни род его не согрешил. Его слепота, чтобы совершилось над ним чудо. И Бог совершает это чудо. Христос, Бога человек, Он совершает это чудо. И Он говорит, я свет миру, свет миру. Вот ему, Он света не видит, этот человек. Он не видит мира этого, потому что у него нет зрения. А Господь говорит, сейчас будет у тебя свет. Ты увидишь свет, ты сейчас прозреешь. Как Он может прозреть? Когда Он всегда был слепым. Мы знаем, что Христос не пользовался никакими лекарствами, никаких операций не делал, никаких заговоров не совершал. Он просто подошел к человеку и совершил, что он снова стал зрячим. Другой 38 лет лежал парализованный. Он подошел и сказал, возьми одр твой и иди. Снова стал здоровый человек. Бог каждого из нас может исцелить, но нам нужно, чтобы пришла благодать Святаго Духа. Что такое русский народ? Что такое русский народ? Народ русский, жертвенный народ. Мы всю жизнь жили ради других народов. За всю нашу историю, за тысячу лет мы старались всем помогать. Наша природа такая, всем помогать, укреплять всех, поддерживать, вдохновлять всех. Это наша такая миссия на планете Земля. Что сегодня сделали с нашим народом? Какой наш народ сегодня стал злой, агрессивный, завистливый, сребролюбивый? Кто строил улицы, кто строил города, кто строил больницы, кто строил храмы, часовни, монастыри? Купцы отдавали деньги, люди последние деньги отдавали, чтобы только Бога прославить. хоры, какие были в деревнях. В одном из наших сел, нашего района, был хор 700 человек. А что с нами сделали за эти 70 лет, когда забрали благодать, когда запретили нам молиться, когда нам запретили общаться с Богом, когда браки, люди некоторые вступали в брак за неделю семь раз. Семь раз за неделю. Вы знаете, сколько в 30-е годы было беспризорников? Потому что отцов не было. Жены были общие. Иди с кем хочешь, живи. Никаких браков не нужно. Все разложили большевики. Потом уже стали заставлять, что все работали. Работает с утра до вечера. Нет отпуска по беременности. Нет отпуска кормления детей. Кто будет рожать? Жили в комнатушках маленьких. 17 миллионов квадратных километров земли, а у всех комнатушечки. Чтобы были похожи на пчел и чтобы были похожи на муравьев. Животных сделали, понимаете. И все ждали, когда коммунизм придет. А что даст коммунизм? Тогда вообще, наверное, ничего не будет уже. Поэтому сегодня нашему народу очень сложно понять. Потому что столько проблем у каждого. Смотрите. Все мы сюда пришли. Одни проблемы. У этой ушел муж. У этого ушла жена. Этот не может родить. У этого дети пошли на камню подсудимых. Дочка блудница. Ко мне подходит одна женщина ненавидная и говорит. Какой мой? Я говорю, ну как ваш сын поживает? Она мой муж. Сын счастливый человек. А что он счастливый, ваш человек? Он такой счастливый. Он женился. Второй раз женился. Он такой счастливый, мой сын. А что его счастье-то? Она забеременела от другого. А он его ребенка будет ждать. И станет его отцом. Вы знаете. Я говорю, вы вообще как? У вас нормально? Посмотрите, сколько вокруг девчонок. Девиз некоторые. И что будет с ребенком, который отца своего никогда не будет знать? И что будет с ребенком? Вот это стало нормой жизни. Вот это действие телевизора. Вот это действие безбожной жизни. Поэтому прошу вас и умоляю, старайтесь максимально общаться с Богом. По каждому поводу обращайтесь и просите. Господи, помоги мне. Господи, вразуми меня. Господи, настави меня. Божьей Матери обращайтесь. К ангелам-хранителям и святым, чье имя вы носите. Каждый из нас носит имя святого. И этот святой всегда с нами. Он в нас живет. Сегодня нам очень сложно уже много исправить, что уже нарушено до основания. И поэтому мы сегодня пришли и просим, да, Господи, помоги мне. Но что я заметил? Многие успели родить детей до прихода в церковь. А в те времена эти люди жили очень плохо. Пили, гуляли. Изменяли женам своим, мужьям изменяли. Делали аборты. И вдруг сегодня эти люди пришли в церковь, а дети-то родились тогда еще. Вот в чем весь смысл. И сегодня начинают нас тянуть эти дети. Тянуть начинают нас родные наши. И нам очень сложно устоять сегодня. Себя бы спасти, себя бы что-то сделать. А здесь нужно еще отвечать на их вопросы, на их укоры. И еще есть одна такая ложная, совершенно ложная мысль такая. Многие говорят, ну зачем ты ходишь в церковь? Зачем ты ходишь в храм? Ты про себя молись. И не надо никому это показывать. Давайте с вами сделаем так, скажем детям. Дети, вы про себя учитесь, а в школу ходить не надо. Если мы сейчас детям скажем, все разбегутся из школы. И людям, которые сегодня трудятся, мы скажем, вы про себя трудитесь, дома сидите и трудитесь. А ходить не надо на работу. Как будет? Ну, вы понимаете? Про себя. Про себя зачинайте детей. Повышайте квалификацию профессиональную про себя. Поэтому сегодня вот эта тема очень важна для нас. Тема, зачем мы пришли в церковь? Почему наша жизнь не складывается? В чем цель и смысл жизни? Кто определяет цель и смысл нашей жизни? Определяет Бог Творец. Тот, кто сотворил этот мир, тот, кто дал живую клетку, тот, кто сотворил живую планету Земля, тот, кто сотворил человека, тот и дал цель и смысл этой жизни. Бог не отменял нашу жизнь, чтобы мы имели благодать Святаго Духа. Это не отменено. Поэтому я умоляю и прошу вас. Нужно иметь покаянное состояние. И еще. В советское время нас переформатировали на внешнюю деятельность. Мы перестали заниматься сами собой. Мы очень плохо знаем свой внутренний мир. Мы говорим, вот это такая сякая, вот этот такой сякой, этот взял, этот ограбил, этот убил. Мы смотрим вокруг себя. Многие люди, грешнейшие люди, ужасные люди, они тоже говорят о других, что другие хуже их. Это просто удивительно. Что такое христианство? Христианство нас вводит в внутренний мир. Христианство вводит нас внутрь себя. Теперь мы смотрим, а мы какие? Да, я вчера упрекала своего мужа, а сегодня я говорю, Господи, так я сама виновата. Вчера я говорила детям или внукам, вот вы такие сякие, не слушайте. А я, оказывается, сама виновата, что я не научила чему-то. Мы говорим, сегодня мы больные. Ах, вот там продукты. А кто нас заставляет есть эти продукты? Кто нас заставляет ругаться матом? Кто нас заставляет осуждать? И христианство нас делает спокойными. Оно вводит нас внутрь нашей жизни. Мы начинаем только своим миром заниматься. И во всяком конфликте, во всякой сложности в первую очередь виним сами себя. Это мы виноваты. Нам Господь дал разум. Если бы мы не разумные были, но мы разумные. Я каждый день кормлю птиц. Каждый день. Вот уже два года. И смотрю, как птицы себя ведут. Все ли они едят подряд, что я им даю? Как они едят? Сколько едят? Едят ли они лишнее? Нет, не едят. Не едят. Поэтому на сегодняшний день нужно помнить о себе. Если мы, каждый из нас, станет лучше, если каждый из нас станет чище, если каждый из нас станет более разумным, рассудительным, понимающим, тогда мы можем дать что-то окружающим нас. Я не могу дать другим людям того, чего у меня нет. Я могу дать только то, что есть. Нет у меня любви, я ее не дам. Есть агрессия, дам агрессию. Есть злость, дам злость. Поэтому каждый раз, когда мы раздражаемся, когда мы осуждаем, это выходит из нас, наша природа. А благодати нет, которая покрыла бы это. Поэтому я желаю вам всем и себе вместе с вами, чтобы мы не напрасно прожили нашу жизнь. Все, что нам верено в этой жизни, нужно по-новому осмыслить. Наш дом осмыслить, наш огород, наших детей, мужей, жен, родных наших. Родные сегодня перестали общаться друг с другом, перестали общаться. Все заняты, некогда уже. Все перешли на телефоны. Поговорили по телефону, общения не стало. А как по телефону спеть песни? А как по телефону посидеть за одним столом? А как по телефону можно вспомнить всех родных наших? Род, наш дедок, бабушек, прадедов, прабабушек? Поэтому время сегодня такое непростое, но мы с вами отличаемся от городских жителей, что мы все-таки живем в природной среде. Вот она, мать Волга, вот Аузола, вот Ветлуга, вот леса, вот удивительные времена, которые мы с вами видим, чувствуем. В городе этого люди уже не видят. Один асфальт, бетон. Все, это уже другая жизнь. Я счастливейший человек, что я москвич, но живу вот здесь. Я счастливейший человек, что я могу ходить по земле, могу дышать этим воздухом. Поэтому благодарим Бога за то, что Господь нас привел в свою церковь. Но в этой церкви нужно очень многое увидеть. Надо увидеть жизнь святых людей, которые были такими же, как и мы, и стали святыми. Надо увидеть их, что они сделали, что произошло в их жизни, что они стали святыми. Нужно понять, что такое покаяние, не только исповедь, но и покаяние. Нужно это понять. Это удивительное действие покаяния. Через покаяние человек рождается совершенно другим человеком. Душа преображается, сердце преображается, воля преображается, ум преображается. Вы посмотрите, сколько детей на земле, сколько детей в нашем районе. А вот эти дети пришли в храм. Посмотрите, как они внимательность слушают. Посмотрите, вы видите, что они все богатыри. У них накачка не здесь идет, а у них богатырские груди. Они будут богатыри просто. А где они возьмут себе богатырей, жен? Сегодня ходят все вот такие вот, понимаете. Нужно богатырши такие же им, понимаете. А вдруг они будущие епископы, вдруг они будущие правители. Разумные, нормальные дети. Дети в воскресный день пришли в храм сами. Это что такое? Это особые дети. Поэтому сегодня, я думаю, что мы все в этом ущербны. Потому что где наши внуки? Где наши дети? Где наши племянники и племянницы? Где наши крестники и крестницы? Это очень важно. Во вторник мы будем уже отмечать окончание Пасхи. Все закончится. Будем собираться и снова все праздновать. Заново. Будем совершать пасхальную службу. Сейчас я сегодня улетаю навстречу мощей Николая Угодника в Москву. Да. Потом уеду на Всеславянский собор. Так что жизнь продолжается. Городец наш все громче и громче действует на нашей планете. И, конечно, лучше бы сюда никто не приезжал, чтобы мы спокойно жили. Да. Но, тем не менее, все-таки никуда не денешься. Спасибо всех, Господь! Желаю вам всегда помнить о великой тайне. Христос воскрес, и нам нужно воскреснуть. Господь нам показывает, что нам нужно самим воскреснуть. От лени, от примитивности, от усуждений, от плохого характера. От слабой воли нам нужно от этого воскреснуть. Много занимайтесь с детьми, много занимайтесь с внуками детьми. Учите их готовить пищу, работать на огороде. Все нужно делать. Все, чтобы они руками. Чем больше они сейчас будут делать руками, тем они будут разумнее, когда будут взрослыми. Всех вам благ. Желаю всего наилучшего. Христос воскресе! Боже! Христос воскресе! Боже! 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 Христос воскресе! Боже! 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 Боже!